Продолжение следует... ...другим участникам этой системы, Российской государственной библиотекой. Ну, а сегодня у нас в гостях директора Российской книжной палаты Нагина Елена Борисовна и генеральный директор компании Мол.нет, информационной системы государственной библиографии, руководитель разработки той системы информационной, которая занимается загрузкой обязательного экземпляра. Мы сегодня работаем в режиме одной камеры. Напомню, тема очень актуальна и вызвала большой интерес. С 1 сентября в закон об обязательном экземпляре внесены существенные изменения, в частности, касающиеся электронного обязательного экземпляра. И звучит это довольно сурово. В течение одной недели после первого тиража издатель обязан загружать вот эти два места электронную копию своего издания. Ключевые вопросы мы собрали с наших слушателей и в прошлую неделю их озвучили. За эту неделю еще добавились некоторые вопросы. Ну и самое главное, поскольку это иная система, существует собственный иной подход. И Елена Борисовна тогда подробности его разъяснит и ответит на наши вопросы. Разумеется, вопросы можно задавать и в чате, мы на них ответим. Ну а запись будет потом доступна всем для просмотра. Итак, Елена Борисовна, да, прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, действительно, с января 2017 года вошел в жизнь новый закон. Закон об обязательном экземпляре, в смысле он, закон-то старый, но он изменен в том направлении, что издатели должны теперь присылать нам, так сказать, не электронные обязательные экземпляры. Вот я это подчеркиваю, потому что мы все время это говорим, а это не совсем правильно. Они должны присылать нам печатные обязательные экземпляры, но в электронной форме. Ну, короче говоря, электронную копию печатного экземпляра. Вот, и в принципе, значит, Российская книжная палата, так как она один из получателей этого обязательного экземпляра, естественно, разработала систему, как, так сказать, она будет получать от издателей эту электронную копию. И с января мы начали эту работу. Я хочу сразу сказать, что мы сразу же столкнулись с одной, так сказать, как бы, вещью. В принципе, издатель, так сказать, может прислать эту копию нам сам, но так как мы знаем, что очень часто, вот, скажем, печатные экземпляры нам передают типографии, то некоторые издатели поручают своим типографиям, или вообще они, как говорится, в законе могут поручить любому доверенному лицу, они могут дать возможность, так сказать, поставить эту копию вот этому лицу. Ну, либо это типография, либо кто-то еще. И, в принципе, для этого это можно сделать, но это, так сказать, очень важно, чтобы между этими лицами или этими организациями был заключен официальный договор, где издатель доверяет своему вот этому, этой организации типографии присылать в Российскую книжную палату, так сказать, электронной копии именно в свой кабинет. Это значит, он разрешает доступ в свой кабинет вот этой самой типографии. Это важно, потому что это случается, и, так сказать, вы часто этим пользуетесь, вы должны это знать. Ну, так сказать, мы начали работу, вот мы работаем уже, ну, практически два месяца с половиной, потому что в январе мы пришли, так сказать, не сразу, и у нас есть уже определенные итоги, которые мы сегодня можем озвучить. Давайте следующее. Это что-то, мы перейдемте, цифры. Нет. А я цифры не вижу. Вот они, вот. Да, все правильно. Вот. Сейчас перед вами те цифры, которые, так сказать, сегодня имеет Российская книжная палата. Что это? Это, так сказать, прежде всего по, так сказать, работе с издателями. Значит, издатели работают с личными кабинетами, они, так сказать, регистрируют свои личные кабинеты, а потом в эти личные кабинеты загружают, естественно, электронные копии изданий. Значит, вот на сегодня мы имеем загруженными 22 тысячи, это 20, правда, не на сегодня, а на 27 марта, так сказать, цифра немножко сейчас уже увеличилась. Значит, в электронной форме мы загрузили 22 тысячи шестьсот восемьдесят шесть изданий. Причем из них газет 19 тысяч 513, журналов 1917, книги 1256. Причем вот это электронные копии, загруженные к нам, а, так сказать, нашли они свой оригинал, потому что у нас система работает так, что, так сказать, электронная копия, которая приходит в Российскую книжную палату, должна найти свой оригинал. Вот свой оригинал, они нашли 626 названий, то есть где-то половина. И вот, в принципе, для анализа мы взяли и посмотрели, а как мы работаем в традиционном режиме, то есть когда мы получаем печатные экземпляры. Значит, мы получили, так сказать, за это же время, вот на 27 число, 88 тысяч 531 газету, 13 тысяч 593 журнала и 22 тысяч 875 книг. И, так сказать, сравнив эти цифры, вы тоже видите, значит, мы получили, что мы имеем каждую пятую газету, каждый седьмой-восьмой журнал и каждую восемнадцатую книгу. То есть, конечно, сегодня еще, ну, то ли, так сказать, издатели пока еще, так сказать, не начали активно работать, то ли что-то не понимают, но тут могут быть самые разные, так сказать, причины. Но пока, так сказать, цифры у нас, конечно, сильно отличаются от тех печатных, так сказать, обязательных экземпляров, которые к нам приходят. Ну, и я хотела сразу же, так как, вот, так сказать, мы говорим о первых результатах работы, я хотела сказать, что, в принципе, у нас, как бы, возникли две больших проблемы. Значит, одна большая проблема связана с периодическими изданиями. Дело в том, что когда разрабатывался вот эти изменения в этот закон, и мы работали, так сказать, была такая рабочая группа, которая это делала, и потом, собственно, когда принимался закон, как-то все немножко забыли, что в этом законе есть периодика. То есть, как-то речь все время шла о книгах. Для книг думали, так сказать, какой должен быть формат, для книг там, так сказать, различные технологии, но, так сказать, забывали о том, что в законе очень четко есть книжная часть и есть периодическая часть. А СМИ забыли все, а получилось-то, конечно, так, что в основном мы получаем СМИ. Ну, во-первых, объемы СМИ, естественно, значительно больше, чем объемы книг, которые получает Российская книжная палата. А еще, так сказать, очень важно, что дисциплина поступления к нам, так сказать, обязательных экземпляров СМИ намного выше, чем книг. Это связано в основном с тем, что, так сказать, СМИ имеют все лицензии и очень, так сказать, довольно жестко, так сказать, управляются Роскомнадзором. А для книг вы знаете лицензии нет, поэтому здесь, так сказать, как бы жизнь попроще. Вот, вот это как бы первая была такая, так сказать, проблема. А вторая проблема у нас, почему-то мы столкнулись с тем, что сложно использовать квалифицированную электронную подпись. То есть все процедуры, конечно, усложняются, в принципе, и технологически, но даже самый главный аспект был не то, что технологически, а то, что издатель по каким-то причинам, вот, ну, не имеет этой электронной цифровой подпись. Причины самые разные нам, так сказать, они назывались, но это достаточно для нас было удивительно, потому что разрешалась любая, так сказать, электронная подпись, которую использует организация. Но, тем не менее, вот эти проблемы были. Вот, как бы это такие две больших проблемы, которые, так сказать, у нас были. Ну, мы решили, что... А, тут сейчас, может, вам пускай остается. Значит, в принципе, так сказать, мы понимали, что на издателей, ну, ложится определенная дополнительная нагрузка. Они не только присылают печатные свои, так сказать, обязательные экземпляры, но они еще обязаны, так сказать, присылать электронную копию печатного издания. И это усложняет их задачу. И нам очень хотелось, так сказать, чтобы у них была хоть какая-то определенная мотивация, почему они это делают, вот, почему все-таки, ну, то есть, понятно, почему они выполняют закон, но это скорее кнут, а хотелось бы, чтобы был хоть какой-то пряник, чтобы они понимали, что они это делают, в общем, ну, для себя с какой-то, с какими-то бонусами. И вот с этой точки зрения, значит, мы решили, что нам надо это продумать. И вот теперь, когда открывается личный кабинет издателя, вы же этот кабинет, так сказать, регистрируете, и он уже у вас, так сказать, как бы навсегда. И вот в этом кабинете, когда вы поставляете нам свою электронную копию, и она находит свое печатное издание, она получает номер государственной регистрации. Вот на те, так сказать, издания, которые пришли как электронные копии. Причем я сразу говорю, что регистрацию Российская книжная палата проводит по печатному изданию. Вот здесь, чтобы никто не путал. То есть электронная копия своего номера государственной регистрации не имеет. Она имеет как раз номер, который стоит на печатном издании. Раньше издатель практически этих номеров не видел. Их видели библиотеки, потому что библиотеки с ними работают, так сказать, особенно получатели, так сказать, обязательного экземпляра. А сейчас видит издатель. Мы считаем, что это очень хорошо, и что он должен взять себе на заметку, где свои работы, вот этот номер государственной регистрации. Потому что если посмотреть на этот номер, он очень простой, он, так сказать, цифровой. Но чем он хорош? Во-первых, он очень точно определяет книгу, которая зарегистрирована. Потому что данные все есть в Российской книжной палате. И это одна организация, которая, так сказать, занимается регистрацией всех видов изданий. Потому что даже любимый нами АСБН, потому что мы являемся национальным агентством, все-таки, так сказать, выдаем блог, а, так сказать, предоставляет издательство на своей книге само вот, так сказать, эти АСБНы. И иногда бывают ошибки, так сказать, какое-то непонимание. И поэтому не всегда АСБН очень точно определяет книгу. Хотя должен. Но АСБН хорош тем, что он международный. Это международная, как бы, так сказать, уже позиция. А, так сказать, наш номер государственной регистрации, он российский. Ну, пока российский, скажем так, у нас там есть разные, так сказать, желания его расширить, его действия. Но он однозначно определяет книгу. И работает, скажем, с той же самой книжной торговлей или с теми библиотеками. И обмениваясь информацией. Вам надо идентифицировать точно книгу. Вы ее идентифицируете именно по этому номеру. Поэтому мы считаем, что вот для вас это очень важный номер. И второй момент, значит, естественно, когда вы присылаете нам свои электронные копии, мы их, так сказать, получаем, они получают, так сказать, свои номера госрегистрации. Как только они, так сказать, все это проходят, создается библиографическая запись, библиографическое описание, причем стандартное библиографическое описание, которое делают квалифицированные библиографы в российской книжной палате. И когда вы, так сказать, чем больше вы присылаете нам этих электронных копий, тем больше появляется ваших записей. То есть организуются какие-то ваши, Уже ваши собственные каталоги. И, в принципе, эти записи, которые сделаны специалистами, вы можете, собственно говоря, заимствовать из этого личного кабинета. И самое главное, не просто заимствовать, но еще в каком-то формате, в котором, скажем, вы работаете со своими другими организациями. Прежде всего, и так как вы работаете с книготорговыми организациями, а мы знаем, что это чаще всего используется формат Onyx, поэтому вы можете иметь свои записи в формате Onyx и обмениваться записями в этом формате. Или в каком-то библиотечном формате мы часто предлагаем Росмарк, потому что мы знаем, что многие библиотеки работают в Росмарке, и когда издатели хотят предоставить свою информацию в эти библиотеки, они часто должны делать записи в Росмарк. Не всегда они это умеют делать, и я знаю, что просто к нам даже часто обращаются, чтобы мы помогли перевести их, так сказать, как бы описание их изданий в Росмарк. Поэтому вот это тоже, так сказать, позиция, которая как бы для вас важна. Ну а в дальнейшем мы эти личные кабинеты хотим, так сказать, то есть сервисы, которые может использовать издатель, будут расширяться, и в этих личных кабинетах мы надеемся все это показать. Скажем, ту же самую вот вашу персональную статистику, потому что сейчас статистику выпускаем за определенный период, но, наверное, это можно будет сделать конкретно по вашему запросу в личном кабинете, дать вам какие-то данные. И вообще, так сказать, я считаю, что личный кабинет это очень важно для нас и для вас, потому что это вот как бы место нашей с вами, место нашего с вами общения. То есть это перед туда и обратно связь. Это очень хорошая, так сказать, как бы технология. Дальше. Теперь возвращаясь к этой квалифицированной подписи, значит, Российская книжная палата вот сегодня, работая в таком, в общем-то, еще пока в опытной эксплуатации, в тестовом режиме, она не, так сказать, использует эту, то есть не просит вас присылать электронную цифровую подпись, так сказать, если вы не можете. Но в то же время это уже разрешительный, так сказать, момент. Вы можете присылать свои издания, если хотите, заверенные этой самой электронной цифровой подписью. Такая возможность в личном кабинете у вас есть. И, так сказать, ну, мы надеемся, что когда-то, может быть, у нас, у вас уже у всех все это будет нормально. Но на всякий случай сегодня мы предлагаем еще, так сказать, более простую процедуру, нам кажется, заключить договора с Российской книжной палатой тех издательств, которые, скажем, ну, по каким-то причинам не имеют этой электронной цифровой подписи и пока не работают в таком режиме. Заключить с нами договора, в котором, так сказать, будут уже прописаны адреса электронной подписи, IP-адреса для того, чтобы, так сказать, как бы сам издатель заверил вот эту, так сказать, очень важную информацию. Потому что там будут поступать, так сказать, и логин и пароль этого кабинета, ну и, так сказать, дальше будет работа. Поэтому, в принципе, вот этот момент, так сказать, пока мы хотим, так сказать, предложить либо цифровая подпись электронная, либо, так сказать, можно заключить договор. Тем более, мы, так сказать, вот консультировались, как бы юридически это возможно. То есть данные, которые, так сказать, передаются вот по договорам таким заверенным, они, в общем, так сказать, считаются юридически обоснованными, даже для судов. Поэтому вот это важный момент. Вот, значит, так еще. Ну и теперь я просто два слова хочу сказать, перед тем, как закончить. То, что, в принципе, вот работа с печатными изданиями в электронной форме, которая сейчас у нас началась, согласно этому закону, это, конечно, только первый шаг, так сказать, нашей полноценной работы с издателями, прежде всего с электронными изданиями. Потому что, я уже сказала, сейчас речь идет только об электронных копиях, но эта, так сказать, технология уже разрабатывается. И дальше, я думаю, что, так сказать, мы будем работать просто с электронными изданиями. И вот сейчас, так сказать, так как вы знаете, что закон, который принят, он не очень совершенен, и много-много разных замечаний, предложений есть по этому закону. Мы тоже, так сказать, работаем сейчас по актуализации вот этого закона, по его изменениям. И закон, проект закона, который сделан Российской книжной палатой, сейчас лежит в Минкомсвязи. Потому что, вот даже более того, недавно собиралась рабочая группа, она уже организована. И сейчас будет, так сказать, этот закон будет прорабатываться, будут приниматься все предложения, которые есть у издателей. Поэтому, так сказать, и вам я предлагаю, если у вас есть какие-то предложения, тоже, так сказать, посмотреть. Этот проект мы сейчас будем публиковать и на нашем сайте, и, так сказать, мы, вообще-то, его рассылали по всем нашим, так сказать, организациям, которые принимают в этом участие. Поэтому этот как раз закон, так сказать, в нем, так сказать, идет регистрация всех электронных изданий. И не только. Вы знаете, что современные технологии таковы, что сейчас очень много выпускается малотиражной литературы. Это литература принт-он-де-ман, по технологии принт-он-де-ман, или просто малые тиражи. И это, вернее, к сожалению, эта литература очень серьезная. Это научная, это вузовская литература. И очень важно, чтобы она была в издательском репертуаре освещена, но ее нет, потому что она не проходит по системе обязательного экземпляра. Закон на нее не распространяется, потому что вообще всегда идет речь о тиражной литературе. Ну и где-то принято, что тиражной литературой мы считаем все то, что после 500 изданий, если есть 500 экземпляров и выше, то это как бы тиражные. А сегодня мы знаем, что выпускается и несколько, так сказать, просто единиц, и бывает 10 изданий, и 100 изданий и так далее. И вот здесь наступил момент, когда тоже надо понять эту ситуацию. То есть мы-то ее понимаем, мы дали свои предложения. Предложения тоже рассматриваются, потому что надо, так сказать, понять ту границу, где мы считаем литературу малотиражной, а где она становится тиражной и должна подчиняться закону, который сегодня есть. Потому что отменять 16 обязательных экземпляров, как нас очень часто просят издатели, мы не можем, потому что действительно это очень важно для библиотек, которые комплектуются вот этими бесплатными обязательными экземплярами. Но для малотиражной такое комплектование абсолютно не подходит, потому что из своих малых тиражей дать 16 обязательных экземпляров, это не серьезно. Это не сделает как бы ни один издатель. Поэтому, так сказать, здесь должны применяться другие нормы, и вот сейчас мы над этим работаем. Вот, собственно говоря, это как бы по новым этим. И еще тут вот такой момент, что, так сказать, на основе, если мы будем собирать и регистрировать все абсолютно виды изданий, то, так сказать, у нас появится такая как бы полнота вот действительно издательской деятельности. И мы хотим на основе наших данных, то есть зарегистрированных обязательных экземпляров, выпускать, собственно, мы сегодня это делаем, но мы делаем это в виде наших баз по обязательному экземпляру. И вот государственная библиография, а мы бы хотели сделать открытый, свободный каталог, государственный каталог обязательных экземпляров. Всех видов изданий, это и печатная продукция, это и электронная продукция, так сказать, малотиражная продукция, ну и любая другая, то, что мы называем изданием. Поэтому вот этот каталог будет очень важен для всех вас, потому что это будет открытый, так сказать, свободный доступ, это будет каталог для всех, и каждый может найти, так сказать, ту информацию, которая ему нужна. И самое главное, что вот действительно, если мы будем иметь эту полноту, достоверность, мы достоверность, потому что это делает Российская книжная палата, мы делаем это девизу, мы видим книгу. Ну и оперативность, на что тут уже должны помогать вы нам, потому что издатели присылают, чем быстрее вы пришлете свои обязательные экземпляры, тем быстрее они появятся в этом каталоге. То есть этот каталог будет действительно очень таким мощным рупором, что ли, по информированию сообщества вообще в целом о том, что же все-таки сегодня у нас происходит вот такой в издательской деятельности. Вот, и в принципе, именно это поможет, скажем, нам по изменению системы комплектования, потому что я уже сказала, что малотиражные издания не могут комплектоваться так, как тиражные, но информация о них должна пройти, и я думаю, что многие библиотеки сами решат, необходимы им вот эти книги, эти издания, необходимы и смогут заключать договора напрямую с издателями, которые это делают. Ну вот, в общем-то, все, я думаю, по такой общей этой. Теперь, я не знаю, наверное, надо поговорить по вопросам. Ну, переходим к вопросам. Да, я думаю, да. Будет что-нибудь добавлять, Денис? Там хорошо. Нормально? По вопросам мы все дорасскажем, совершенно верно. Да, спасибо, Елена Борисовна. В общем, получается, это только первый шаг, то, с чем мы столкнулись, а впереди грядет настоящая революция государственной регистрации. Мы надеемся. И закон, я так понял, это уже скоро будет снова меняться? Да, он будет, но насчет того, что скоро, я не уверена, потому что, но рабочая группа уже по этому закону, в который я, кстати, предлагаю входить, чем больше войдет, так сказать, заинтересованных лиц, тем лучше, во всяком случае, пришлет свои предложения. Эта вот группа будет работать. Закон же быстро не рождается, но мы сегодня хотим сделать такой закон, который будет существовать не год, скажем, вот сейчас, видите, мы меняем закон, который только что принят в прошлом году. А мы хотим сделать закон, как, скажем, был тот закон, который вышел в 1994 году. Он сегодня устарел, бесспорно, но, извините, он работал почти 30 лет. Вот если, ну, там, 30, не 30, но хотя бы лет 10 закон, который мы будем с вами создавать, должен работать. Поэтому надо, так сказать, смотреть на перспективу. Ну да, первый подход не очень удался, хотя бы хотели упростить, а усложнили. Ну, немножко усложнили, да. Ну, да, надо стараться дальше. Ну что ж, у нас, как я сказал, поступило довольно много вопросов. В своей презентации Елена Борисовна, в принципе, на много что и ответила. Ну, как известно, черт в деталях таится. И вот как раз практические вопросы, вот как это делать, как работать с системой, они тут и вызывают дополнительные вопросы. Вот тогда я буду озвучивать вопрос наших слушателей. Вот, да. Итак, первая группа, ну, в общем, тоже снова оценивать. Для чего сохраняется обязательный электронный экземпляр в Российской книжной палате? Будет ли предоставляться он в использовании читателям? Можно ли будет издателю обратиться за своим обязательным экземпляром? Ну, на этот вопрос я хочу сказать, что Российская книжная палата, как вы знаете, по своим государственным функциям является хранителем. Хранителем всего того, что издано в России. И вот мы уже сто лет существуем, нам в этом году сто лет. С 17-го года все, что издавалось в России, так сказать, хранится в нашем национальном фондах хранилища. Поэтому наша все-таки основная функция, ну, кроме, когда мы говорим о комплектовании, так сказать, каких-то других, это хранение. Поэтому, значит, для чего нам нужна эта электронная копия? Электронная копия будет храниться, она не будет выдаваться читателям, но она нужна нам как просто для сохранности. Мы сегодня ведь свои старые, скажем, какие-то книги и там периодику мы оцифровываем сами, потому что, к сожалению, многие издания уже имеют очень такой плохой вид, потому что прошло много лет, особенно, потому что мы переезжали, потому что были потопы. Ну, как всегда, было что-то, что портило эти издания. Поэтому, конечно, хочется иметь еще и, как бы, цифровые копии. Это, так сказать, с точки зрения нас. А так мы просто храним эти вот издания, которые получаем сейчас. Я говорила о ретроизданиях по поводу цифровых копий. Естественно, по текущим изданиям копий мы тоже никаких делать не будем. Мы просто, так сказать, берем ваши, так сказать, электронные копии и храним их. Поэтому, естественно, они не будут выдаваться читателям. А что касается самого издателя, вот тут это вопрос, пока я даже на него не могу точно ответить. Почему? Потому что, скажем, если мы говорим о печатном издании, которое попало, то есть есть в Российской книжной палате, существует. Если издатель, именно тот, который издал эту книгу, ну, по каким-то причинам потерял все то, что там у него было, он может обратиться к нам. Но это печатное издание, мы просто сделаем ему скан, и он получит. Но именно сам издатель. А как быть с электронной копией, я думаю, что этот вопрос такой хороший. Но это вот вопрос обсуждения, так сказать, дополнительного. Тем более регламенты еще делаются по вот закону этому. И, наверное, там, так сказать, надо продумать, имеет ли право издатель свою собственную электронную копию, которую он к нам заслал, получить. Я думаю, у вас таких обращений будет немало. Я думаю, да. Потому что все время что-то происходит. Конечно, нет, и, наверное, на самом деле правильно, чтобы он это получал, потому что это его, как бы, собственность. Ну, если они, он только доказывает нам, что это его собственность. Ну, второй вопрос, он еще глубже ставит вот те сомнения, которые возникали и обсуждались с обязательным электронным экземпляром. Даются ли гарантии, что к предоставляемым издательствам копиям не будет осуществлен доступ третьей лице, и копии не попадут в открытый доступ в интернет-сети? Каковы эти гарантии? Заключается ли договор с издателем для этого? Вот, я знаю, в ответ у нас ответит Денис. Да, тоже такой технологический вопрос. Эти гарантии продекларированы прямо на первой странице сайта и личного кабинета. Более того, если бы я даже усилить формулировку, а доступа нет не только у третьих, и даже у второго лица, которым является книжная палата, тоже этого доступа нет. Потому что технология устроена таким образом, и все пользователи личного кабинета могли на практике убедиться в ее работе. Технология, собственно, производит при загрузке оригинала макеты и экземпляра, она отрезает от него первые шесть страниц, последние четыре. Это информация достаточная для проведения государственной регистрации изданий. При том, что сам оригинал макет не видит даже библиографа, который произвел в государственную регистрацию. Как и каналы связи, так и само хранилище производит некоторую технологическую, криптографическую обработку оригинальных файлов, так что доступа к нему нет даже у основных сотрудников книжной палаты, и поэтому никакого распространения, тем более без ведома владельца этого сигнала макета, не происходит ни тогда. Причем она не произойдет даже в случае физического ввещения этого обработки. Спасибо. Ну, внушительно звучит. Хотя российские хакеры такие могущественные. Да, и действительно база формируется уникально. Это вот национальная электронная библиотека. Я еще ни разу не слышал, чтобы русские хакеры обманули русских программистов. Это именно тот случай. Прекрасно. Так, будет ли признаваться сдача обязательного бумажного экземпляра, если не сдан электронный? Понял. Это, кстати, актуально. Да, да. В принципе, нет. Как бы мы таким образом не связываем эти два действия. Естественно, по закону об обязательном экземпляре вы должны, так сказать, присылать нам, так сказать, обязательные экземпляры ваших печатных изданий. Ну, если оно тиражное, достаточно большое, вы присылаете 16 этих самых экземпляров. И, так сказать, это не значит, что если вы прислали 16, а у вас нет электронной копии, то они не принимаются. Естественно, принимаются. Все-таки это два параллельных, так сказать, регламента, и не надо их путать. Они не, и коим образом вот так не связаны. Конечно, они связаны по-другому, потому что, когда вы присылаете уже электронную копию, то очень важно, чтобы она нашла свой оригинал печатный, потому что именно, так сказать, тогда она становится полноценной, зарегистрированной электронной копией уже в наших базах. Бумажный без электронного можно, а электронный без бумажного нельзя. Нет, почему? Не-не-не, можно тоже. Это два параллельных потока, которые потом все применимаются. Они уже потом. Тут вот как раз, значит, здесь хороший вопрос, что можно лицескать электронный без бумажного. Очень часто получается так, потому что закон составлен так, что буквально в течение 7 дней надо все это прислать. Очень часто эта электронная копия может прийти раньше бумажного. Что и показывали статистики. Да, вот статистика, которую только что вы показали вам, она как раз об этом и говорит. Но тогда вот эта электронная копия, она ждет прихода оригинала, чтобы получить. Поэтому, когда вы не видите в личном кабинете, так сказать, номера государственной регистрации, вообще этой записи, это понятно. Там есть, так сказать, что это принцип ожидания. То есть это, так сказать, копия, которая ждет свой оригинал. Как только он появляется и регистрируется, так все у нее, естественно, появляется. Тут ситуация такая, что... Но это уже работа контроля. У нас есть группа контроля, которая видит, что очень долго он ждет и не видит своего, так сказать, этого печатного, так сказать, оригинала. Тогда, естественно, группа контроля начинает активно, так сказать, узнавать, а где же печатные вообще? Потому что они должны приходить. Конечно, было бы лучше, если бы они приходили синхронно, но мы прекрасно понимаем, так быть не может. Это если какой-нибудь Новосибирск или Дальний Восток, то пока к нам придет печатный экземпляр, вы сами понимаете, электронный экземпляр – это все значительно раньше. Так, ну вот вопрос был во многом уже отвечен в презентации, но не совсем. Какие привилегии получает издатель при регистрации экземпляра? Это вы как раз подробно рассказали. А вот каковы санкции, если обязательный экземпляр не загружен? И каковы санкции в случае непредоставления электронного экземпляра издания в срок? Ну, по поводу срок, я здесь даже не хочу ни в коем образом издателей в чем-то, так сказать, как бы ограничивать, потому что вы сами понимаете, и мы понимаем, что, так сказать, срок в данном случае неважно, так сказать, выполнять по закону. Нехорошо говорить, неважно не выполнять по закону, но по технологии получается так. Это какой-то определенный срок. Поэтому срок, вот присылки нам электронной копии, вы выбираете сами. И, так сказать, как вам удобно, по вашей технологии. А вот что касается санкций, здесь такая ситуация, что если это касается периодических изданий, я уже об этом говорила, то здесь действует Роскомнадзор, и более того, он действует очень активно, потому что мы уже сейчас получаем запросы из разных, так сказать, как бы региональных Роскомнадзоров и из центрального, так сказать, офиса, как присылаются нам те или иные электронные формы по вот этим самым СМИ. Поэтому здесь все серьезно. Что касается книг, то сегодня, вот честно скажу, у нас нет, так сказать, такого вот кнута, который бы действовал на неприсылку электронных копий. Это неправильно, вы не выполняете закон, но вот как бы здесь вот нет такого сегодня органа, потому что этот орган должен быть исполнительной власти. Мы можем мониторить, мы можем сказать, что вот-вот-вот, вот тут вот пришли печатные, вот здесь не пришли электронные, и дать как бы списки непоставки электронных копий. Но принять какие-то такие уже взыскательные решения мы не можем, и это должен делать орган исполнительной власти. Но я знаю, что сегодня ведется работа, во всяком случае, Министерство культуры этим занимается точно, чтобы придумать что-то, чтобы как-то уметь, так сказать, дисциплинировать издателей книжных. Вот пока такой ответ. Санкций пока нет, но их готовят. Но их готовят, совершенно нет. Понятно, это так. Так, что делать, если в договоре нет прав на электронное распространение изданий? И автор против. Не является для предоставления электронных экземпляров книжной палаты нарушением авторских прав. Может ли автор воспрепятствовать и обратиться в суд? Ну, значит, на этот вопрос я отвечу так. Дело в том, что закон существует, и закон существует для печатных изданий. Я знаю, что часто договора, которые заключаются с автором, там тоже, там и по печатным, там есть очень ограничения какие-то. Там автор либо дает разрешение чего-то, либо не дает. Но закон есть, и поэтому, так сказать, все равно обязательные экземпляры приходят в Российскую книжную палату. Но дело в том, что мы-то не являемся никакими распространителями. Автор здесь не может, так сказать, предъявить претензии. Просто он, по-моему, должен радоваться, что он останется в памяти нации, в историческом, так сказать, наследии нации. Он просто, так сказать, его издание будет храниться. Поэтому с точки зрения, так сказать, нарушения авторских прав здесь нет ничего. Вот если бы мы распространяли бы вот эту информацию, тогда это было бы совсем другое. Вот, а так просто закон надо выполнять и, так сказать, и хранить вот свои издания в Национальном фонда хранилища. Ну, за прошлую неделю мы как раз обозначили здесь, что это совсем другой закон, что это выполнение закона, который не связан вообще с авторским правом. Ни в коем случае, да, и потому что он не распространяется. То есть не дает возможность распространять информацию. Да, жалуются, что не очень хорошо слышно, но будем поближе камеру держать. Можно ли передавать услугу загрузки обязательного электронного экземпляра на аутсорсинг? Какие документы для этого необходимы? Да, но этот ответ уже был, да, можно, но обязательно должен быть официальный договор, который должны видеть мы, Российская книжная палата, потому что мы видим, что присылает нам, так сказать, ваши электронные копии не конкретно вы, то есть издатель, а присылает какое-то доверенное лицо. Но для этого должен быть у нас документ. А так, естественно, потому что в законе это, так сказать, есть. То есть не доверенность, а договор. Да, договор, который, да, так сказать, договор заключает обязательно, скажем, издательский типографий. Там обязательно должен быть этот пункт, что и электронный пункт. Понятно. Вот группа вопросов, которая касается уже вот этой вот двойной системы, да, отличия книжной от РГБ. Ну и вопрос так звучит, чем технология книжной палаты отличается от технологии РГБ? Ну, понимаете, если говорить о законе и, так сказать, вот том регламенте, ну, том положении, которое сегодня готовится Министерством культуры, то как бы, ну, практически ничем не должно отличаться, потому что и там, и там, так сказать, в законе было заявлено, что хранит Российская государственная библиотека и хранит Российская книжная палата. Но мы прекрасно знаем, что это не так. И Российская государственная библиотека сейчас об этом все время говорит, что как только попадает к ним любой обязательный экземпляр или его электронная копия, то она должна, естественно, использоваться. Так, так сказать, это нигде не проходит, но это, так сказать, подтверждается другим законам о библиотечном деле. У них здесь как раз вот борются два закона. Поэтому чем отличается наша технология? Именно тем, что мы принимаем. То есть наша технология на самом деле проще. Мы не требуем от издателя каких-то особых форм, так сказать, нам поставки. Ну, например, Российская государственная библиотека просит поставлять в формате PDF-А, который, в принципе, ну, иногда, как говорят издатели, не самый простой. Мы этого не просим. Мы просим просто PDF-формат. Мы, так сказать, почему? Потому что я так понимаю, что PDF-А удобен потом для, так сказать, использования, а нам использовать ничего не надо. Вот мы уже объяснили, что нам нужны только несколько страниц для того, чтобы сделать библиографию, если это будет необходимо. Но, так сказать, с книгой вот таком образом работы не будет. Потому что я, в принципе, я не знаю, как вот вам рассказывали сотрудники РГБ, когда у вас был вот этот предыдущий семинар. Например, я услышала, когда вот слушала как раз презентацию Российской государственной библиотеки, что их какой-то специалист проверяет постранично. Они проверяют все страницы книги для того, чтобы посмотреть, что там нет сбоев, там ошибок и всего. То есть, естественно, Российская книжная палата ничего похожего не делает, потому что мы шифруем ваш контент сразу. И более того, если нам говорить о печатных, так сказать, изданиях и о законе, так сказать, в обязательном экземпляре печатных зданий, Российская книжная палата никогда не смотрит ваши внутренние, так сказать, части. Мы смотрим, чтобы книга была оформлена правильно, чтобы были выпускные и выходные правильнее, чтобы все стояло на своих местах. И, в принципе, этого достаточно. Ну и видим, что не сплошной брак там такой, который сразу виден глазом. А вот постранично никто не проверяет, потому что при присылке к нам, вот если мы говорим о книгах где-то 500 экземпляров в день, ну я не знаю, какой у нас должен быть вообще штат сотрудников, чтобы мы постранично проверили каждую книгу. И, честно говоря, я не знаю, какой штат в РГБ, как они это делают. Ну, а если PDF-А вам загрузить, это можно? Да. А, то есть вам не нужно. PDF-А, если, так сказать, да. Да, раз он... Короткое уточнение, включающееся в том, что вот при загрузке экземпляров и при его обработке системы, вот те самые первые шесть и последние четыре страницы, они в первую очередь предоставляются самому пользователю личного кабинета и поставщику, чтобы он сам убедился и увидел ровно те же самые изображения, которые потом доступны библиографу, сотруднику палатки. И это во многом и его ответственность тоже проконтролировать качество доставки экземпляра, чтобы потом Российская книжная палата смогла его нормально и полностью зарегистрировать. Поэтому, как бы, вот основное отличие есть в том, что мы стремимся за удобством работы всех контрагентов Российской книжной палаты с этой системой и, естественно, взаимовыборно, потому что это в общем-то, собственно, не разница. Получает ли в разных системах загруженный экземпляр разный регистрационный номер? Нет. Могут ли быть расхождения, если данные об издании будут отличаться в разных системах? Ну, например, по ошибке. И что будет, если обязательный экземпляр не будет загружен в одну из систем? Нет противоречия, да. Значит, я просто сразу скажу, что номер госрегистрации и в той, и в другой системе может быть только один. Потому что номер госрегистрации присваивает только Российская книжная палата. Это единственная организация, которая делает государственную регистрацию. И Российская государственная библиотека, получая свои обязательные экземпляры, имеет этот номер. Он у нас одинаковый. То есть мы присваиваем и передаем. И они это прекрасно знают. Поэтому наши электронные копии, которые приходят к нам, которые приходят в Российскую государственную библиотеку, они должны иметь один номер госрегистрации. И вот там был вопрос, по-моему, либо здесь, либо чуть дальше, что если вдруг по каким причинам испорчен файл, вот там есть такая-то, то с точки зрения Российской книжной палаты, это, насколько я понимаю, надо сделать просто перезагрузку. То есть номер-то госрегистрации будет, естественно, один и тот же, который уже присвоен печатному изданию. Повторяю, печатному, то есть не электронной копии присваивается номер, а печатному изданию. А электронная копия просто имеет тот же. То тогда ты можешь просто перезагрузить свои файлы в, опять-таки, в свой личный кабинет. И, собственно говоря, от этого ничего страшного не произойдет. Я так понимаю, удаляем те, будут эти, но номер госрегистрации всегда будет один и тот же для всех систем. Ну и все-таки, почему нельзя загружать файл в одном месте? Нельзя ли унифицировать единый формат загрузки в РКП и РГБ? Какие? Считайте, вопрос. Вопрос такой, да. Вы знаете, мне кажется, тут должен каждый сам за себя отвечать. И вот с точки зрения российских книжных палат, надо загружать в российскую файл. А за РГБ мы, наверное, говорим на несправе сейчас. Да, ну я чуть-чуть добавлю, значит, здесь это, к сожалению, сложилось исторически. Когда делался закон, вот добавка в закон об обязательном экземпляре, так сказать, инициирован этот закон был Министерством культуры. И, в принципе, речь там шла только о российской государственной библиотеке. Что абсолютно неправильно, потому что хранителем, так сказать, как бы по всем нашим, как бы государственным функциям является российская книжная палата. Но потом, естественно, это исправили, и уже появилось два получателя, российская государственная библиотека и российская книжная палата. И в начале, так сказать, как бы наша вторая часть российской государственной библиотеки, они, честно говоря, не хотели, во-первых, чтобы вообще была РКП, но когда она появилась, то, естественно, как бы технологии были разные. По логике, вот по логике, если говорить о печатном, так сказать, как бы экземпляре и о системе, вот, обязательного экземпляра с точки зрения печатного, так всегда и было, что приходят книги в одно место, именно в Российскую книжную палату, а потом 15 экземпляров уходят по библиотекам. И это, ну, по-моему, разумно, и, так сказать, как бы, и уже они зарегистрированы, уже листы государственной регистрации, и библиотеки это все уже имеют. А вот здесь это вот как бы изначально так сложилось, что два пути. И, собственно говоря, мы уже не сопротивлялись, но мы выбирали для себя тот путь, который удобен нам и который удобен издателю, чтобы ему было удобно и комфортно. Вот как раз сейчас Денис об этом говорил, то есть для нас важно, чтобы здесь все было удобно. А тот же самый PDF, если вы можете, вы загружайте, но нам как бы это все равно. А для, скажем, Российской государственной библиотеки это обязательно. Многие, так сказать, я знаю, опять-таки я с издателями разговаривала, говорят, что это довольно... Для кого-то это проблематично. Ну, не знаю, насколько это правда, но вот это и есть. Ну, два просто всегда хуже, чем одно сложно. Да, вот может быть так, как вот в печатном и сделать, чтобы электронный экземпляр поступал вам, вы за него отвечаете, а вы уже отдавали в РГБ. Я, кстати, считаю, что это правильная схема электронный экземпляр, который поступает в Российскую книжную палату. Но вот как раз вторая ваша часть, она неправильная и отвечает Российская книжная палата. Вот этого, так сказать, как раз мы и не можем дать вот этого ответа. Почему? Потому что Российская книжная палата очень четко отвечает за себя и за свою технологию. Мы храним абсолютно никакого распространения и утечки, как бы, информации в нашей технологии быть не может. А вот что касается, соответственно, Российской государственной библиотеки, я знаю, что они все время сейчас говорят, что надо внести в положение использование, общественное использование. Так вот, мы не можем отвечать вот как раз за общественное использование. Вот это момент серьезный. Очень ясно. Так, вопрос, который вы тоже уже поднимали, но я его прочитаю. Если издание издается по технологии print-on-demand, почему нельзя регистрировать это издание? Можно ли регистрировать электронные издания, которые могут быть распечатаны? Значит, ну я говорила просто о том, что сегодня, к сожалению, в законе пока не предусмотрена вот эти вот малотиражная литература по технологии print-on-demand. В принципе, никто не... То же самое электронное, потому что мы пока не регистрируем чисто электронное издание. Но на самом деле никто не мешает издателю или автору зарегистрировать свои издания. Если он выпустил его по технологии print-on-demand и прислал в российскую книжную палату, то ничего страшного нет. Единственное, что требуется, что обязательно был печатный вариант. Потому что у нас первым регистрируемым является печатный вариант, а электронная копия, она уже получает номер госрегистрации тот же, и она вторична. Поэтому, если это электронное издание, то тут, конечно, только его надо обязательно иметь в печатном виде, потому что мы будем регистрировать печатное издание, а ваше электронное издание будет электронной копией. Но номер госрегистрации у вас уже будет. Спасибо. Так, о форматах загрузок. Если существуют электронные PDF-версии книги с интерактивным содержанием или элементами, можно ли загружать эту версию? И что делать там с детскими книгами, которые предполагают дополнительные элементы? Или другими книгами, где есть вырезки, раскраски, дополнительные файлы? Погромче, а то они... В период тестирования личного кабинета мы, соответственно, проводили совсем предупрежденную эксплуатацию и работу с рядом крупных издательств. И по опыту многие, не только детские книги, но и там, например, Атласы и другие виды издания имеют те самые врезки и какие-то раскраски внутренние. Тем не менее, ни у кого из тех поставщиков, с которыми мы работали еще в период прошлого года при тестировании, не возникло проблем, чтобы объединить эти материалы в один итоговый PDF-файл и прислать его на государственную регистрацию. Тут еще, если можно уточнить, вот такой вопрос тоже часто на практике возникает, когда... Будьте добры, говорите громче, пожалуйста. Не слышно слушателям нашим. Да, поближе, сел так лучше. Да, будем надеяться. Значит, здесь есть еще один скрытый вопрос, связанный с объемом этого файла, потому что не секрет, что типографское качество загрузки изображений может привести к тому, что файл начинает весить несколько гигабайт, это действительно становится очень накладным для поставщика, ждать ночь, пока он загрузится по медленным каналам связи в книжную палату. И в этом случае достаточно экранной версии этого оригинала макета. Почему? Потому что те же самые слова, что книжная палата не лезет внутрь и не смотрит на уже так вот постраничное содержание и так далее. Нам достаточно только выходных данных. Поэтому тут абсолютно нет необходимости делать лишнюю работу и нагружать там в первую очередь себя доставкой вот тех самых гигабайт, чтобы произвести абсолютно законную полную государственную регистрацию такого и так далее. Касательно обложек, пользователи личного кабинета знают, что на форумах доставки книг и электронных экземпляров книг обложка загружается отдельно, если она оторвана от основного блока, и основной блок отдельно. То есть тут вопрос продуман, и на практике вот сейчас уже проблем ни у кого не возникнет. Несколько файлов не может быть, да? Нет, нет, в один блок, конечно. А если там интерактивные видео какие-то в издании? Простите, а как вы на печатном экземпляре видели видео? Да, да, да. Понятно. То есть все равно это должно соответствовать печатному изданию. Да, да. Как ни крути. Печатный здесь обрезает. Так, вот вопрос, который мы в прошлый раз активно обсуждали. Может ли автор как физическое лицо, то есть без организации ИП, самостоятельно зарегистрироваться, загружать обязательно экземпляр своих произведений собственного производства? Да, на этот вопрос, конечно, да. Почему? Потому что если вы присылаете печатные экземпляры, авторы могут это сделать сами, минуя издательство или типографию. Более того, ISBN может получать самостоятельно автор и, так сказать, работать с этим ISBN, готовя свои книги и привозя их там, присылая сам. То же самое касается, конечно, и электронной копии. Естественно, так сказать, если он автор и уже подготовил, так сказать, печатное издание и его передал в Российскую книжную палату на регистрацию, то его электронная копия тоже регистрируется, получает этот номер. И, так сказать, здесь разницы никакой нет. Есть, так сказать, как бы возможность работать автором самостоятельно. А не завалят они вас, если вот весь сам издат у нас... Рванет. Да, судя по тому, что цифры, которые нам дает Риннера, вот за 16-й год, это 10,5 тысячи зданий, это, конечно, сильно. Но, с другой стороны, это резко повысит, так сказать, как бы цифры, которые дает Российская книжная палата. А то они у нас падают. Так, ну, про СМИ и журналы вы рассказали. Да. Так, тут тоже вопрос о том, что в личном кабинете создается информация не только по электронному экземпляру, а и по печатному экземпляру, получается. Ну, естественно, она одна и та же, это библиографическая запись. Да, это вот рассказали, по сути дела. Раньше не было никакого личного кабинета, а сейчас у вас со всеми печатными экземплярами, в том числе, получается такой диалог. Да, хорошее начинание. Так, ну, а теперь практически, что требуется для регистрации личного кабинета, и навсегда ли он возникает, нужна ли дальнейшая пролонгация, подтверждение данных в будущем. Все тактируем. там номер счета или какие-то реквизиты предприятия, то предприятие само, сам поставщик может их в кабинете поменять. Да. И, соответственно, пролонгация происходит автоматически. У РГБ на один год только. Там надо пролонгировать. Для некоторых книг мы даем электронные издания с отдельным ISBN, а для других нет. Содержательно они не отличаются. Какой из двух файлов предоставить? Что-то нет, вопрос не очень. Ну, вопрос касается ISBN. Бывает же для электронных изданий отдельный ISBN? А, но речь пока идет все-таки об электронных копиях печатных изданий. Да, этот вопрос пока еще не своевременен, потому что пока идет только об ISBN, который дается печатному изданию. Да, потому что мы говорим об этом законе. Да, не попадает электронный. Следует ли предоставлять электронный экземпляр для стереотипных переизданий, а для изданий с исправлениями? Конечно. Ну, по сути дела, да. Абсолютно госрегистрация электронной копии идет тем же порядком, что и бумажным. То есть, соответственно, если это переиздание, да, и... С изменениями только. С изменениями. А если без изменений, если это идет как доп. тираж, то тогда нет, конечно, потому что, так сказать, у нас, когда приходит доп. тираж, он приписывается к одному и тому же, так сказать, названию, которое является основным. И просто все тиражи суммируются. Поэтому, естественно, не надо присылать электронную копию на доп. тираж, вот то, что у нас называется, без изменений. С изменениями, да, там уже другой совсем этот самый порядок. Опять же, ничего страшного не произойдет. Да, если не пришлю, да. Мы увидим этот второй экземпляр, но он будет все равно привязан к тому самому первичному номеру государственной регистрации. В чем в том числе его важно. Да, он ничего не изменится, да. То есть все переиздания у вас будут вот в этом привязаны к этому номеру. Да, к этому номеру, да. Они все равно будут с этим номером государственной регистрации. Ну, тут вопрос об этом же, я просто его зачитаю, чтобы упомянуть. Если в печатном варианте книги произошли изменения по просьбе автора, как в этом случае быть с обязательной версией электронного экземпляра? Ну, то есть эта версия обновленная, да, просто выкладывается. Через какое время после загрузки электронного экземпляра и предоставления печатного будет присвоен номер государственной регистрации? И что делать, если он не присваивается? Значит, ну, здесь ответ простой. Дело в том, что ваше счастье в ваших руках. Если вы прислали нам электронную копию своего печатного издания, и его нет, и, соответственно, вы видите, что не регистрируется эта электронная копия, и не появляется запись, что зарегистрирована, значит, вы должны подумать, почему, так сказать, в Российскую книжную палату не пришло печатное издание. Это ваше издание, и вы должны позаботиться о том, чтобы оно было. Мы, в свою очередь, когда видим, что у нас висит электронная копия, и она не находит своего печатного оригинала, мы принимаем меры. Естественно, наш отдел контроля начинает работать с типографиями и, так сказать, проверять, почему же все-таки этот экземпляр не поступил. Но и вы должны, так сказать, в данном случае проявить инициативу, чтобы, так сказать, и печатный оригинал, и электронная копия нашли друг друга. Ну, когда очень много изданий там не проследишь. Так, технический вопрос. Какие ограничения на системные требования? Если возникают проблемы с электронной подписью, с компьютером, с версией операционной системы и браузером, что делать? Да, так широко сформулировано, но тем не менее, я считаю, что для поставщика действительно ключевым моментом является работающий браузер и довольно такой хороший канал связи. Да, и, конечно, тут при всем желании Российской книжной палаты, но это вещи, которые находятся там в первую очередь в ответственности самого поставщика. Тем не менее, вопрос действительно не праздный. Мы при технической поддержке эксплуатации системы много таких получаем запросов. Я тут хотел бы отметить, что вот у нас сейчас одно из направлений, которое очень активно занимаемся, это создание значительного числа обучающих и сопроводительных материалов и подсказок, которые будут вот так же в интерактивном и онлайн режиме помогать поставщикам и контрагентам осваивать вот эту технологию. Но, в принципе, вот даже та же электронная подпись, она не только сейчас не является как бы обязательной, но и возможен такой режим работы для поставщика, который там хочет подписать, но не может, да, там нет подписи или не разобрался или что-то еще. Вы можете загружать экземпляры, а потом там, я не знаю, там раз в квартал, и после разобравшись, получив подписи и обеспечив ее работу, подписать все эти экземпляры разу. Это абсолютно будет на нормальный легальный шаг, который будет присутствовать закону и выговорит потребности там обоих сторон. Поэтому, ну, тут как бы проблемы с компьютером, действительно, каждый должен решать там со своей стороны, а палата будет всяческие методические подсказки и обучение проводить, в том числе и в онлайн режиме, консультировать вот в рамках службы вопрос-ответ, который все в ближайшее время в личном кабинете появятся. Ну, а ограничения на браузеры какие-то, на операционную систему? Вот в RGB выяснилось, что под Mac OS Safari они не работают. Ну, и вообще версии Explorer там с 11, такая довольно новая. Вот у вас есть такое? Ну, конечно, как любой сайт в интернете, он предъявляет определенные требования, но самое главное, если он у вас открывается в принципе, значит он будет работать. Если вы используете какие-то версии вот там того же браузера или там криптоплагины вот CryptoPro, которым нужен для цифровой подписи, то вас сама операционная система предупредит о том, что эти версии устаревшие, их надо обновить и даст ссылки на скачивание актуальных версий этого программного обеспечения. Поэтому, если там не работает совсем, тогда это вот уже вопрос компьютера. Если этот сайт открылся, онлайн был чем берут, значит будет работать точно. Да, ну у вас более либеральный, по сути дела можно и без квалифицированной электронной подписи временно. Ну, время, конечно. Пока мы работаем с тестом режиме все. Так, это уже наверное по общей регистрации. Есть ли тематические ограничения при регистрации, например, литература для взрослых, законодательные ограничения, количественные ограничения, ограничения по формату. Ну, так сказать, вопрос задан действительно такой общий, это, так понимаю, касается в основном печатных изданий, потому что мы с них начинаем. Ограничений никаких нет, просто должны выполняться те нормативы, которые существуют в издательской деятельности. Если это литература для взрослых, вы знаете, там ставится определенный значок, там 16+, или там еще какой-то. Вот, то есть вы должны просто выполнять те правила, которые, собственно, сегодня существуют для издательской деятельности. А, так сказать, ограничений там по, вот я говорю, по, так сказать, формату, тематике, формату или там объему не существует. Вы присылаете, так сказать, в печатном виде. Ну, и, соответственно, это, так сказать, касается и электронной копии. Потому что, опять-таки, вы понимаете, вот мы говорим ведь о электронной копиях, оригинал макета практически. То есть это то, что сделано, так сказать, для... Пошло в типографию на печать. Да, пошло в типографию на печать. Собственно, оно такое же, как и книга, которую мы получили и зарегистрировали. Спасибо. Ну, что ж, поступившие вопросы мы прошли. У нас онлайн довольно большой перечень. Вот, ну и, кстати, возник интересный вопрос касательно крупных организаций издательских с филиальной сетью. И у РГБ проблемы здесь. И у вас, наверное, вопрос вставал. Что скажете? Да, вопрос именно касается деятельности крупных поставщиков, которые в издательском процессе привлекают значительное число, там, или как-то издателей в группе компаний, типографии, которым поручают загрузку электронного экземпляра. Значит, он затрагивался, Ленда Борисовна, уже выше, но хотел бы еще что-то на пальцах по-простому объяснить. Значит, один из плюсов главных, который вот сейчас поставщику открывается, это ведение своего полного электронного каталога всей выпускаемой продукции. С возможностью в перспективе и скачать оригинал макет, загруженный по отдельному запросу, и получить те самые марки у них записи, которые можно использовать в торговле, там, достигая для себя там абсолютно выгодных позиций с точки зрения затрат на библиографию собственных изданий. Но, понятно, возникает очевидная проблема, что делать организацию, у которой в группе компаний 10 издательств. И для того, чтобы такие проблемы решать, в основном кабинете, который регистрирует, по сути, главную организацию в этой группе издательств, в скором времени появится возможность создавать подключенные к основному отдельные локальные копии вот этого личного кабинета, в который как раз и будет уже работать вот то самое там подвесное учреждение или там одно из предприятий в группе компаний. Причем работа будет организована таким образом, что главное предприятие будет видеть работу всех, а каждая включенная, соответственно, только свою. И мы считаем, и насчет этого консультировались вот с крупными некоторыми поставщиками, что это как раз и будет вот тот режим, который для крупного поставщика, наконец, да, будет полезен и позволит вот решить там в некоторых случаях вот действительно вот ту самую задачу формирования полного достоверного электронного каталога, прошедшего государственную регистрацию. Вот этот режим уже в ближайшее время, он появится, очень приоритетный азот. Так, спасибо за ответ. Ну, тогда сейчас пройдемся по тем вопросам, которые у нас здесь появились. Так, уточните, пожалуйста. Просто, если ВУЗ издаёт методичку, учебное пособие для собственного употребления, собственными издательскими возможностями, принтер, оперовальная техника, их тоже надо регистрировать по этому закону или пока нет? Нет. По закону, который сейчас есть, их регистрировать не надо. Более того, вы знаете, что многие такие ведомственные, вот то, о чём вы говорите, методички вузовские, всё, даже, так сказать, не получают АСБН. Потому что есть, так сказать, в нормативах, что если это узковедомственная литература, то, так сказать, небольшие тиражи, то она, так сказать, может быть без АСБН. Но и уж точно не регистрироваться по закону. Электронные издания отсылаются в информрегистр. Надо дублировать? Вам надо отсылать? Значит, электронные издания на носители действительно отсылаются в информрегистр. Я уже сказала, что сегодняшний закон, вот, так сказать, в том виде, в каком он есть, говорит только об этих изданиях. И там информрегистр стоит как получатель. Нас там как получателя нет. Мы говорим о том, что если начнётся полная регистрация электронных изданий, не только на носителе, но и без, естественно, так сказать, в сети, то тогда, да, мы думаем, что надо все эти вещи, так сказать, объединить и делать, так сказать, общую регистрацию. Но пока нет. Пока закон, так сказать, нас не заставляет дублировать с информрегистром эти функции. Так, вот всё, что мы говорили, этот подход относится к печатным изданиям с какого года издания? С какой точки, с какого момента? То есть только об актуальных? Да, но ретро-прощадочные делали, у нас не было. Так, ну вот, тут есть вопрос, что явно ли мы ответили? В таком формате? Вообще, вот вопрос такой тоже, вот сегодня очень много вопросов, там, с двойным дном, да, там, как посмотреть. Я пока вот просматриваю, прокомментирую. Вопрос открытости каталога. На самом деле он очень важный, потому что понятно, там, вот каталог, там, в ретроспективе, там, 50 лет, это, в принципе, очень востребованный, как бы, и на рынке, и в сообществе. Ну да, 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 очень, как бы, такая востребованная и полезная информация, потому что и переиздания, и те самые открытые государственные номера. И я хочу сказать, что, так, эти секреты откроем, то, что вообще, вот, для РКП одна из основных задач и целей, которые преследуются, вот, в отличие от библиотек, у которых библиотечное обслуживание, да, у книжной палаты, как у Филиаловна, главное, значит, информирование. Что такое информирование в книготорговой индустрии, библиотечной? Это открытый каталог. Все это прекрасно понимают. Значит, тут следующим шагом, который мы надеемся уже, там, в ближайшее время, вероятно, будет сделан, да, это открытие того самого каталога. И понятно, что вопрос глубины его открытия, да, там, начиная с 17-го года, или раньше, ну, общий доступ, или сначала в конкретный доступ конкретного поставщика, да, это вот те вопросы, которые сейчас обсуждаются, надеюсь, в ближайшее время уже будут сделаны и дадут, на самом деле, ответ на самый главный вопрос поставщиков, а зачем мы вообще производим доставку и печатных, и электронных элементарных. Вот открытость этого каталога, надеюсь, наконец, всем даст четкие, понятные ответы, понимание той самой задачи, конечно. Огромные плюсы. Ну, и у вас система позволяет уже, как бы, идти в глубину, в прошлое, в принципе, из добровольного принципа вы это поощряете, пусть и более старые экземпляры загружают. Ну, и для того, вот, скажем так, степень глубины и открытости каталога, она во многом будет дана в управление самого издателя и самого поставщика. Ведь понятно, что чем ты лучше рекламируешь, да, свою продукцию, свои выпускаемые книги, тем у тебя их больше купят, и ты получишь больше прибыли. Это рынок. Ну, да, да, помогает. Кто запрещает издателю, при его желании и согласии, опубликовать, например, обложку своего издания? И она появится в открытом каталоге, и все те же самые магазины, которые потенциально захотят поставить эту книгу себе на полки, увидят эту обложку. Может быть, увидят аннотацию автора, а самое главное, государственный номер государственной регистрации, что докажет абсолютную легальность этой книги. То же самое, как и поисковый сервис, когда магазин, получив какую-то книгу, зайдя на сайт книжной палаты, введя ее атрибуты, понятные в виде автора, заглавия, неизберя, найдет ее государственный номер регистрации, увидит, что это все абсолютно полноценное, сможет заимствовать ее библиографическое описание, миллионных записей. Это, в конце концов, всем упростит жизнь и несет большую ясность и вывод. Вот об этом надо думать и к этому надо стремиться. Да, полноценное движение. Ну вот у нас аудитория в основном вузовская, и вопросы идут с ответственностью. Хоть немножко повторяйте. Обязаны ли вузовские издатели отправлять малотиражные издания в РКП? Вот я по-другому даже сформулировал. Вот насколько должен быть маленький тираж, когда уже необязательно. Вот я хочу сказать, что в проекте вот этого закона, с новыми изменениями, которые мы внесли, там, значит, градация такая, что до 300 экземпляров это малотиражная литература, и вузовское издательство и любое другое выпускающее вот такие тиражи должно прислать в Российскую книжную палату один печатный экземпляр. Это тот экземпляр, который является как бы эталоном, и он будет храниться, соответственно, вечно. И электронную копию, соответственно, этого, так сказать, экземпляра печатного. Это вот наше предложение. Сейчас будут споры, вы все должны понимать все-таки, что считать границей. Что после 300 мы считаем, так сказать, принцип должен быть такой, как он сегодня есть. Но у нас есть и второй вариант, который, так сказать, тоже обсуждался и тоже может предлагаться. Что, опять-таки, до 300 это вот один экземпляр, а скажем, от 300 до 500, вот все это еще малые тиражи, мы так считаем, потому что я говорю, что мы привыкли, что от 500 все и шло. Значит, от 300 до 500 это три экземпляра, три печатных экземпляра. Ну, естественно, копия, она всегда, так сказать, должна быть. Но три печатных экземпляра, которые идут в Российскую книжную палату один и два в наши национальные библиотеки. Российскую государственную библиотеку и Российскую национальную библиотеку. Но это именно три печатных. Вот наши предложения такие. А дальше уже, так сказать, не менять ситуацию и после 500 давать 16. Как будет сейчас, так сказать, это принято в итоге? Мы не знаем, но вот сейчас это все должно обсуждаться. Ну что ж, издатели вздохнут облегченно. Я надеюсь. Так, ну тут уже есть и реплики. Издатели неудобно отправлять два места. Неужели вы не можете договориться? Мы стараемся. Я думаю, что может быть в ближайшем будущем мы все-таки договоримся. Да, и где гарантии, что не появится 3, 4, 5 мест для предоставления электронных? Я думаю, это не понятно. Это уже будет распространение. Тут реплика, по сути дела. Это уже будет распространение, где гарантии, что документы не будут переданы другим лицам. Заверение на сайте не часть закона, не имеет силы и может быть удалено в любой момент. На что ссылаться издателю, если вы не выполните обязательства по защите документа. Ну это как бы, да, своя позиция. А если будет потоп, то что произойдет с нашими экзаменами? Ну и что-то все в порядке. Все в порядке. Ну пока есть, да, закон приходится. Мы именно в рамках этого закона пытаемся объяснить как бы нашу позицию. Что мы храним, никому ничего не даем и естественно, так сказать, не распространяем. И чтобы все понимали. И мы честные. Да, вот тонкости. Если есть изменения в печатном издании, то нужно ли помимо новой версии электронной копии, мы это обсудили, привозить вам новую версию печатного издания? Ну конечно, если вы внесли в печатное издание изменения, вы должны это знать. Это было и в старом законе. Как только появляются печатные изменения, в печатном экземпляре изменения, это могут быть так называемые, значит, вот, это сказать, когда выходят снова издания с изменениями, там так и пишут. Особенно это касается учебных, это довольно часто бывает в учебных. То, конечно, вы присылаете нам новое печатное издание. Ну и естественно, новую, так сказать, электронную копию. Вот уже замечание практически. На сайте написано, что работает с Mozilla Firefox. На самом деле не работает. Плагин не реагирует на него. Это прямо там есть у нас телефоны, то есть надо туда звонить и объясняться. Есть проблема при сохранении макеты из программы Quark Express. Возникают ошибки текстового слоя. То есть не поможем, да. Скорее, мне кажется, что это вывод издательской технологии. Ну, Quark Express, да, это программы верстки. Но вам вообще не нужна, по сути, слой. Нас текстовый слой не интересует, потому что это как раз PDF-А. А мы-то не просим PDF-А. Да, вот это важно, потому что были вопросы про неправильную кодировку текста, про выводы, то есть по сути, да. Нет в палате, это ГРГБ. Никакого текста тут ни распознавания, ни отражения, ни кодировок не потребуется. Вот контроль качества, да, своего издания, он на самом деле на поставщике и на издателя лежит. То есть это его все нормально. Нормально обработывая этот файл отрезанный слой, значит, все нормально. Не оброшло, да. Мы закрыли, запшифровали его и все. Да, типографский файл, по сути. Ну, тут такой же вопрос. Сверстанным в пейджмейкер макеты, таблицы, рисунки, формы не переводятся в PDF-А. Существует ли конверт, подающий возможность? Да, это в этом плюс простоты. Вот, и, кстати, по PDF-А смотрю, три вопроса. Ворды, из вордов PDF-А. Да, не переводится. Ну, надо было в прошлой неделе эти вопросы задавать. Давай тогда. Одна из причин, почему, собственно говоря, он не может сделать один ворд. Вот, понимаешь? Ну, да. Вот это вот серьезная причина. Я как раз об этом выяснил. Не то, что мы не желаем хорошо иметь одну точку ввода. Ну, вот какая будет точка ввода, значит, они требуют PDF-А. Если в PDF-А согласится взять его за встроенный файл из архива, хранить его, по-моему, да. Как они говорили, по-моему, да. Если оно не читается, да, им не нужно. А им не нужно, и надо распространять, чтобы читал, как бы, читал, как это, И тоже вопрос, правильно ли я поняла, что для книжной палаты непринципиально. 300 ДПИ и обрезной формат издания. У нас есть книги, которые мы не можем сохранить в одном файле. Он будет огромным. И в типографии пересылаем двумя-пятью файлами. Экранную версию? Нам нужно экранную версию. Да, да. То есть, ДПИ вообще здесь все равно какие. Все это относится только к РГБ. Чтобы вот лишнюю критику системы в книжной палате не проводили, значит, я помню, вчера был принят файл весом 2,5 гигабайта. И нормально работал. Так. Как быть в УЗУ, если без государственной регистрации ВАГ не учитывает издание? Просто проводить государственную регистрацию. Простой ответ. То есть, не обойдешь. Я знаю, да. Так. Ну вот спрашивают. Огласите весь список технических требований к электронной копии. Вот так. Требования. Технических требований к электронной копии. Да, вопрос. Значит, требования только одно. Добиться того, чтобы файл там, а, был загружен, и от него нормально обрезались первые шесть и последние четыре страницы. Все. А он видит? Да, да. Он и витязь кабинет. Листать можно. Я вот хочу обратиться. Он как раз все видит. Не первый раз чувствую вопросы аудитории, которые на самом деле не заходили в личный кабинет РКП и не пробовали им пользоваться. Поверьте, там ничего страшного. Там как бы два окошка и одна кнопка. И система, она на каждом шаге старается задавать там вопросы и давать подсказки, как делать. Помимо того, вот два самых главных вопроса. Значит, как зарегистрировать кабинет и как им пользоваться. Вот интерактивные обучающие презентации опубликованы на самом сайте, на главной странице в правом нижнем углу. Посмотрите, это занимает там 40 секунд. Я вот просто чувствую, что 70% вопросов, да, они будут сняты после просмотра этой информации. Да, справедливо. Как издательство, которое пользуется этим, мы отметили, что кабинет сделан хорошо и все работает у нас вот как раз не было. Так, вот тут попросят запись на вебинар осуществить счастье в Российской Государственной Библиотеке. Вот мы там напишем. assailibrary.ru, в принципе, там на главной странице у них это сейчас висит. Так, идем дальше. Ну, опять тут кое-что повторяется, что такое малотиражный и многотиражный. Так, если обложка изготавливается путем нанесения, к примеру, черного текста на цветную бумагу. Вопрос. Экземпляр в электронной форме. Это черный текст на белом фоне или черный текст на цветном фоне? Это уже типографские технологические. Без разницы. Да, без разницы, похоже было. Так, ну, опять-таки, да, тут дублируются вопросы. Так, ну, по шоке дела, и вот ответили. Значит, вот. Зарегистрирует РКП печатное издание без номера АСБН в узовском книгоиздании. Да, если это попадает под такую вот малотиражную, такую очень малотиражную, узковедомственную. Главное, что это, скажем, какая-нибудь методичка какой-нибудь кафедры, ну, к примеру, или лабораторная работа. Да, мы ее зарегистрируем, потому что, так сказать, мы предоставляем номер госрегистрации таким работам, но не нужен АСБН в этой ситуации. Да, вот это интересно. То есть АСБН, ваша шире система. Да, нет, мы регистрируем абсолютно все, но если мы листовки регистрируем, мы, так сказать, плакаты, ну, что угодно. Конечно, шире. Опять, на какой адрес высылать вам изданные книги? Ну, не высылать, да, загружать. Bookchember, как у вас? Bookchember.ru? Да, тоже напишем. Да, Bookchember.ru – это наш постадрес. Вот он в сайте, там все сразу. Да, конечно, смотри. Понятно. Так, ну, тоже конкретный. Электронный учебный курс двухсеместровый является методическим изданием для регистрации. Электронный курс. А, электронный курс? А, нет, если электронный, то, конечно, нет. Ну, онлайн курс это. Ну, нет, конечно, мы сейчас не регистрируем. Да, да, нет, это не подходит. Ну, все уже, по-моему, мы все... Ищерпали, да, все вопросы какие были. Ну, что ж, коллеги, благодарим вас за активное участие. У нас был полный кабинет. К сожалению, некоторые вот жалуются, что не смогли войти. У нас 100 человек ограничений. А, понятно. То есть ограничения, да? Да, ну, все это можно будет посмотреть в записи в ближайшее время. Вот еще все-таки последние кидают вопросы. Книга может весить до 6 гигабайт. Тоже примите, сколько времени займет закачка. Ну, понятно. Лучше экранную версию загружайте. Итак, спасибо за то, что были с нами. Приходите на другие семинары нашей интенсивной программы. Ну, и будем следить за изменением законодательств. Закон такой касается всех нас, особенно вузов и издательских подразделений. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...